Снег сползает с городских улиц, и на смену ему приходят лужи, бороться с которыми бросили все силы специалисты МУПС ЖХ. По городу курсируют две такие машины – и лососная, и каналопромывочная. Ливнесток пробивают от песка и мусора теплой водой. После этой процедуры вода будет сходить мгновенно. Первая машина – это и лосос, которая забирает остатки грязи из ливневки, а вторая – это чисто каналопромывочный крот. Там и бывает листва после зимы, песок, который поступает в город. В основном грязь. Ливневками уличнодорожная сеть оборудована на 40%. Остальная часть города вполне может утонуть в лужах, особенно там, где низина. Чтобы этого не допустить, трудятся вакуумные машины. Специалисты с начала сезона вскрыли уже 300 ливнеприемных колодцев. Некоторые – неоднократно. Трудятся работники СЖХ с 8 утра до 8 вечера. В день объезжают 3-4 ливневки. Пока погода позволяет при низких температурах промывать бесполезно. Один из самых знаковых примеров для вас, я думаю, ни для кого не секрет, это у нас весь микрорайон Новая Ильинка. Объект оборудован системой ливневой канализации. То есть весь этот микрорайон, который был застроен несколько лет назад. Но эта ливневая канализация, по сути, является локальной. То есть она ни к чему к централизованной системе ливневой канализации не подключена. Условно, вода, когда там накапливается, ей некуда уходить. И она идет верхом, переполняется. Мэрия напоминает, если вы знаете факты и адреса подтопления, об этом нужно немедленно сообщить по телефону Единой диспетчерской службы 000 или 411810. На место оперативно выйдут вакуумные машины по откачке вод. Их в городе дежурит 5. Еще 5 могут мобилизовать в случае необходимости. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин